Антон Павлович Чехов. «Блины». Вы знаете, что «блины» живут уже более тысячи лет, с самого, что называется, древле славянского обвова. Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения. Они выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами. В антропологии они должны занимать такое же почетное место, как трехсаженный папоротник или каменный нож. Если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними. Поддаются временами и исчезают мал-помалу на Руси древние обычаи, одежды, песни. Многое уже исчезло и имеет только исторический интерес. А между тем такая чепуха, как блины, занимает в современном российском эпертуаре такое же прочное и насиженное место, как и тысячу лет тому назад. Не видно конца им и в будущем. Принимая во внимание почтенную давность блинов и их необыкновенную, веками засвидетельствованную стойкость в борьбе с новаторством, обидно думать, что эти вкусные круги из теста служат только узким целям кулинарии и благоутроби. Обидно и за давность, и за примерную чисто спартанскую стойкость. Право кухни и чрева не стоят тысячи лет. Что касается меня, то я почти уверен, что многоговорящие старики блины, помимо кулинарии и чревоугодия, имеют и другие конечные цели. Кроме тяжелого, труднопереваримого теста, в них скрыто еще что-то более высшее, символическое, быть может, даже пророческое. Но что именно, не знаю и знать не буду. Это составляло и составляет под ней глубокую, непроницаемую женскую тайну, до которой добраться так же трудно, как заставить смеяться медведя. Да, блины, их смысл и назначение — это тайна женщины. Такая тайна, которую едва ли скоро узнает мужчина. Пишите передку. Со времен доисторических русская женщина свято блюдет эту тайну, передавая ее из рода в род, не иначе, как только через дочерей и внучь. Если, храни бог, узнает ее хоть один мужчина, то произойдет что-то такое ужасное, чего даже женщины не могут представить себе. Ни жена, ни сестра, ни дочь, ни одна женщина не выдаст вам этого секрета, как бы вы дороги ей ни были, как бы она низко ни пала. Но купить или выменить секрет невозможно. Его женщина не проронит ни в полустрасти, ни в бреду. Одним словом, это единственная тайна, которая сумела в течение тысячи лет не просыпаться сквозь такое частое решето, как прекрасная половина. Как пекут блины? Неизвестно. Об этом узнает только отдаленное будущее. Мы же, не рассуждая и не спрашивая, должны есть то, что нам подают. Это тайна. Вы скажете, что и мужчины пекут блины. Да, но мужские блины не блины. Из их ноздрей дышат холодом. На зубах они дают впечатление резиновых калош, а вкусом далеко отстают от женских. Повара должны ретироваться и признать себя побежденными. Печенье блинов — есть дело исключительно женское. Повара должны давно уже понять, что это есть непростое поливание горячих сковород жидким тестом. А священно действие — целая сложная система, где существуют свои верования, традиции, язык, предрассудки, радости, страдания. Да, страдания. Если Некрасов говорил, что русская женщина и страдалась, то тут отчасти виноваты и блины. Я не знаю, в чем состоит процесс печения блинов, но таинственность и торжественность, которыми женщина обставила это священно действие, мне несколько известны. Тут много мистического, фантастического и даже спиритического. Глядя на женщину, пекущую блины, можно подумать, что она вызывает духов или добывает из теста философский камень. Во-первых, ни одна женщина, как бы она развита ни была, ни за что не начнет печь блины 13-го числа или под 13-е, в понедельник или под понедельник. В эти дни блины не удаются. Многие догадливые женщины, чтобы обойти это, начинают печь блины задолго до Масленицы. Таким образом, домочадцы получают возможность есть блины и в Масленичный понедельник и 13-го числа. Во-вторых, накануне блинов всегда хозяйка о чем-то таинственно шепчется с кухаркой. Шепчутся и глядят друг на друга такими глазами, как будто сочиняют любовное письмо. После шептания посылают обыкновенно кухонного мальчишку Егорку в лавочку за дрожжами. Хозяйка долго потом смотрит на принесенные дрожжи, нюхает их и, как бы они идеальны ни были, непременно скажет. Эти дрожжи никуда не годятся. Пойди, скорее, на мальчишку, скажи, чтобы тебе ее получше дали. Мальчишка бежит и приносит новые дрожжи. Затем берется большая черепяная банка и наливается водой, в которой распускаются дрожжи и немного муки. Когда дрожжи распустились, барыня и кухарка бледнеют, покрывают банку старой скатертью и ставят ее в теплое место. — Смотри же, не проспи, матрен, — шепчет барыня, — и чтоб у тебя банка все время в тепле стояла. За сим следует беспокойная, томительная ночь. Обе, кухарка и барыня, страдают бессонницей. Если же спят, то бредят и видят ужасные сны. Как вы, мужчины, счастливы, что не печать блинов. Не успеет заселить за окном хмурое утро, как барыня босая, разлохмаченная и в одной сорочке бежит уже на кухню. — То что, ну как? — забрасывает она вопросами матрену. — А ты чай, а? А матрена стоит уже у банки и сыплет в нее гречневую муку. Третьих, женщины строго следят за тем, чтобы кто-нибудь из посторонних или из домочадцев мужчин не вошел в кухню в то время, когда там пекутся блины. Кухарки не пускают в это дело даже пожарных. Нельзя ни входить, ни глядеть, ни спрашивать. Если же кто-нибудь заглянет в черепяную банку и скажет, какое хорошее тесто, то тогда хоть выливай. Не удадутся блины. Что говорят во время печенья блинов женщины, какие читают они заклинания, неизвестно. Ровно за полчаса до того момента, когда тесто поливается на сковороды, красная и уже замученная кухарка льет в банку немного горячей воды или же теплого молока. Барыня стоит тут же, что-то хочет сказать, но под влиянием священного ужаса не может выговорить. А домочадцы в это же время в ожидании блинов шагают по комнатам и, глядя на лицо то и дело бегающей в кухню хозяйки, думают, что в кухне родят и лишь по меньшей мере женятся. Но вот, наконец, шипит первая сковорода, за ней другая, третья, первые три блина — это макулатура, которую может съесть Егорка. Зато четвертый, пятый, шестой и так далее кладутся на тарелку, покрываются салфеткой и несутся в столовую к давно уже жаждущим и алчущим. Несет сама хозяйка, красная, сияющая, гордая. Можно думать, что у нее на руках не блины, а ее первенец. Но чем вы объясните этот торжествующий вид? К вечеру барыня и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий. Еще бы, еще бы, кажется, немного, и они прикажут долг жить. Такова внешняя сторона священно-действия. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия, то, согласитесь, тогда непонятны были бы ни эта таинственность, ни описанная ночь, ни страдание. Очевидно, что-то есть, и это что-то тщательно скрыто. Глядя на дам, следует все-таки заключить, что в будущем блинам предстоит решение какой-либо великой мировой задачи.